друзья всем привет вы на канале adscriber обязательно досмотрите это видео до конца и поддержите этот начинающий канал и так наконец-то полноценный обзор на этом канале пока фон f1 в начале появились слухи что у севами намерена полностью отказаться от знакомого всем бренда заменив его новым на деле это оказался суббренд работающий отдельно и на данный момент это прорыв года когда-то так начинал ван класс но сейчас он стоит относительно дорого поэтому многие из вас предпочитают покупать о покофон f1 и на самом деле это один из самых лучших вариантов сегодня на рынке глядя на характеристики нового смартфона и на его цену ты сразу задаешься вопросом как xiaomi собирается зарабатывать на нем но честно сказать это не наши уже проблемы наша проблема в том чтобы понять стоит этот телефон этих денег или нет и сегодня мы с вами в этом разберемся давайте начнем с распаковки замечательная коробочка в черно-желтом исполнении внутри желтый конверт сам телефон провод юсб-тепси и зарядка quick charge 3.0 также есть скрепка для сим-лотка сим-лоток здесь к сожалению комбинированный вы можете установить сюда либо две наносимки либо одну нано в пару с micro sd а как бы всем нам хотелось две симки и micro sd одновременно а в желтом конверте находится документация и силиконовый чехол силиконовый чехол среднего качества но то что он есть в принципе уже радует на первое время пойдет а кто-то в принципе вообще его оставит на все время тут дело вкуса если же вы закажете телефон в черном цвете то чехол будет черного цвета и это по мне так выглядит гораздо интереснее итак перейдем к экрану размера ps дисплея пока фон 6,18 дюйма разрешение составляет 1080 на 2246 точек при соотношении сторон 18 7 к 9 плотность пикселей 403 ppi что в принципе достаточно за глаза вытянутый экран имеет привычный уже козырек сверху он достаточно широкий плюс верхняя рамка чуть шире боковых на других смартфонов ширина часто одинаково это хороший экран который уступает только флагман и поговорим о неприятной новости вы ее видели в заголовке оказывается пользователь смартфона сяоми пока фон и фан начали жаловаться на специфическую проблему с экранами они пропускают свет по краям из-за чего изображение посвечивается неравномерно программа это не устранить разусланной прессе образцы смартфонов для обзоров не стали исключением впрочем не все пользователи смартфона столкнулись такой проблемой и легко заметить если включить темную тему но на данный момент этой проблемы нет на самом телефоне и в новых партиях никто на экран не жаловался скорее всего сяоми устранила эту проблему не придавая этому слишком большой огласки пишите пожалуйста в комментариях встречались ли вы с этой проблемой и далее беспроводные модули связи lte работает во всех нужных бэндах так что 4g будет работать без проблем вайфай bluetooth 5.0 и это очень хорошо даже во флагманском аппарате ой п20 про установлен bluetooth 4.0 а здесь 5.0 и это отлично это нас всех радует также есть gps и все остальное операционка здесь android 8.1 прикрытая оболочкой от компании сяоми для пока милой 9.6 по сути это обычный милой который становится ближе к чистому андроиду и вы спрашивали по поводу лаунчера лаунчер здесь очень быстро никаких тормозов подлаги они за время эксплуатации я не обнаружил а еще по поводу экрана забыл сказать и яркость экрана не вызывает никаких нареканий на максимуме он не уступает на дисплеем топовых моделей от компании сяоми также я других конкурентов картинка в целом выглядит сочно четко и контрастно смещение цветов нет для ps это экран вполне себе обычный углы обзора достойные и если говорить об олеофобном покрытие то она здесь есть качество этого олеофобного покрытия вполне себе обычная она не флагманская фото камеры а пока установлен двойной модуль с основной камеры на 12 мегапикселей апертура f1.9 от sony amx 363 вспомогательный на 5 мегапикселей апертура f2.0 от компании samsung фронталочка здесь на 20 мегапикселей с диафрагмой f2.0 видео основная камера пишет в 4к 30 кадров в секунду и ниже то есть full hd также есть цифровая стабилизация видео который справляется просто отлично слоумо этот телефон снимает 240 кадров в секунду в full hd разрешение и примеры фото и видео и в принципе возможности этого телефона вы увидите далее в обзоре к железу центральный камень здесь snapdragon 845 и это самое большое достоинство этого телефона работает на 10 на метровом техпроцессия видео ускоритель adreno 630 есть версии начиная 6 64 628 и топовая с кевларовым покрытием 8 256 оперативная память типа lp ddr4 x и основная и все 2.1 смотрите все отменили все топовая топовый процессор топовая оперативка и давайте посмотрим сколько вся эта комбинация выбивает в antutu 256 тысяч попугаев и этого достаточно для всех повседневных задач и игр это самый шустрый android смартфон за свою цену гигбенча набрал 1888 в сингл-кор и 7025 в мультикор конечно поражает соотношение цена и железо а для многих это немаловажно но есть также мини-джек порт usb type-c шустрый сканер отпечатка пальцев и к распознавании лица система разблокировки по лицу срабатывает очень быстро под разными углами и при плохом освещении однако не обеспечивает достаточную степень безопасности о чем производитель часто предупреждает звук в наушниках звук средний никаких нареканий он не вызывает но и восторгов тоже а вот основной динамик очень громкий у нового мобильника показатели выше среднего и многие современные конкуренты ему уступают на максимуме звучание остается четким второй динамик для высоких частот помогает но это не очевидно и стереодинамики за эти деньги это не то что редкость это вообще исключение по сути я не знаю ни одного телефона за эту сумму со стерео динамиками батареи 4000 миллиампер часов спасибо большое компании семьи вот надо же вот просто догадаться топовый процессор топовая оперативка и большая батареечка вот что нужно для счастья нам также и адекватный ценник в общем работает эта батарея в паре с quick charge 4.0 хватает ее в моем случае спокойно на два дня заряжается телефон приблизительно за два часа цена один из самых ключевых вопросов на али можно купить его на момент записи подчеркивает этот момент около 22000 рублей а на тимоле около 24000 рублей это плюс-минус 340 долларов хороший ли это ценник я считаю да давайте поговорим об элементах этого телефона а верхней части и к распознавании лица разговорный динамик и сэлфи камер на 20 мегапикселей а скорее всего эта камера от омни vision слева гибридный лоток под sim карты и sd справа кнопки качелька громкости и кнопка включения-включения снизу основной микрофон прикрытый решеткой а порт юсб тайп си и основной динамиком также сверху три с половиной миллиметровый джек и микрофон для шумоподавления далее на задней крышке основная камера сверху на 12 мегапикселей от компании sony и внизу дополнительная камера для создания эффекта буке под ним сканер отпечатков пальцев задняя крышка сделана полностью из пластика и рядом с камерами стоит двойная вспышка внизу украсуется надпись пока фон в пока фон предусмотрено два динамика низкие средние частоты выдают тот что снизу а высокие это разговорный динамик сверху плюсы и минусы этого телефона друзья самый жирный плюс этого телефона это snapdragon 845 второе не менее жирный плюс это его цена минимальная цена она была на алиэкспрессе 310 долларов третий плюс мощная батарея на 4000 миллиамбер часов четвертый отличная камера и хороший портретный режим как в основной камере так и сэлфи камере 5 2 стереодинамика и шестой плюс подсказал мой подписчик это питу ай защита от брызги влаги спасибо вам большое минусы этого телефона самый основной минус это отсутствие nfc на многие об этом говорят и на это указывает я в принципе с этим согласен но плюс этого телефона в целом перевешивать все его минусы второй минус это не самый очевидный но многие об этом говорят я просто решил об этом упомянуть тоже это название телефона хотя я по поводу этого вообще не заморачиваюсь мне честно говоря ровно хочется также выписать персональный респект одному из самых преданных подписчиков канала евгению белоконь спасибо тебе большое за твою активность на этом канале конечно большое спасибо всем преданным подписчикам этого канала которых не так и мало и ты мой дорогой зритель поставь обязательно лайк этому видео подпишись на этот канал нажми на колокольчик и напиши любой комментарий допустим вася привет вася алё я чемпион и так далее если есть возможность то сделай репост этого видео друзья вот то видео где показано что водное охлаждение в этом телефоне все-таки есть парень разобрал полностью телефон и также разрезал трубку и в ней оказалась какая-то жидкость в общем все уме заморачивался на самом деле сделали жидкостное охлаждение спасибо вам большое что вы нас не обманули а и и и и и и и и Внешний вид Покафон F1 получил типичный для 2018 года дизайн передней панели Большой и неказистый вырез или же монобровь, как ее многие называют С различными сенсорами, установленными в ней Если честно, я по поводу этого не заморачиваюсь Мне даже эта монобровь по сути понравилась Покрытие экрана неизвестной модификации Gorilla Glass и IPS с толстым подбородком внизу С первых же минут работы с девайсом приятно удивляет отзывчивость интерфейса И практически полное отсутствие подтормаживания при пролистывании списков и переходов между экранами Сканер отпечатков пальцев срабатывает моментально По субъективным впечатлениям он мог быть и побольше, но в целом все отлично А вот чтобы у вас была разблокировка по лицу, вам нужно установить регион Индия Тогда эта функция появляется автоматически А вначале, даже если вы покупаете у официалов, то этой функции нет Но производитель предупреждает, что это не самый безопасный метод блокировки телефона Оболочка Оболочка получилась приятная, работать с ней просто и в целом все удобно Различные настройки для продвинутых пользователей, все в этом присутствует Как я уже говорил, никаких подтормаживаний, микролагов и так далее То есть оптимизация системы под процессор, под телефон сделана идеально Для меня здесь нет никаких вообще нареканий Тест в играх показал, что телефон вообще не задумывается ни на секундочку В любые игры играет без проблем И это один из самых игровых телефонов на данный момент Если говорить о недорогих телефонах игровых для этого года То скорее всего это единственный телефон, это Pocophone Для этого у него есть все необходимое Есть большой экран, большая батарея, топовый процессор, топовая оперативная память В общем все плюшки и прелести этого телефона Так что друзья, это один из самых интересных телефонов для игр на данный момент Давайте поговорим о фото возможностях этого телефона Возьмем тестер для линз и увеличим Итак, увеличивая мы видим, что есть первые 4 ряда А пятый ряд в принципе отсутствует, он полностью замылен И в принципе это неплохо для такой ценовой категории Итак, к краю линзы идем, видим, что контрастность остается, это неплохо Но четвертый ряд уже здесь почти что пропадает Делаем более близкую фотографию Видим, что здесь контрастность получше И даже мы видим пятый ряд Далее фото, дерево выделено на фоне эффекта боке И портретный режим на основной камере Обратите внимание, что он вырезает очень-очень неплохо Далее пример видео на основную камеру Но заодно протестируем, как работает камера на Pocophone Pocophone F1 Вот, сейчас мы видим в машине как раз есть небольшая дряска такая То есть телефончик понемножку пресется Пару видео сделаем слоу-мо красивым Продолжение следует... Продолжение следует... Далее селфи камера Увеличиваем И что мы видим? Отличная детализация на селфи камере Видите, все волосочки, все красиво видно В целом здесь такой немножко бьюти режим как будто бы установлен Но фронталочкой я просто очень доволен Смотрите, как он вырезает края Хотя здесь нет второй камеры вспомогательной Но края вырезаются идеально И получаются отличные портреты в селфи режиме Далее вот таким образом выглядит фотография со вспышкой Экран на какое-то время подсвечивается И получаются вот такие фотографии Конечно, в темноте детализация уступает Но в целом это приемлемо Сейчас посмотрим примеры видео на селфи камеру Друзья, сейчас пишем непосредственно на фронтальную камеру Pocophone F1 Фронтальная камера плюс-минус мне понравилась Она не самая лучшая, но не самая худшая за эти деньги Это в принципе неплохой хороший вариант Видео на основную камеру вы только что посмотрели И вот таким образом пишет наша замечательная фронталочка Какие выводы по этому телефону Телефон я бы однозначно рекомендовал к покупке Цена где-то в 21-22 тысячи рублей Это будет замечательный телефон О котором вы в принципе вообще никогда не пожалеете Скорее всего Потому что здесь действительно топовый процессор А дизайн такой плюс-минус Ну как бы у Xiaomi всегда были проблемы с дизайном Поэтому здесь никаких моментов нареканий особых нет Что касается производительности То на самом деле это абсолютный топчик И процессор помогает справляться Как серфинги в интернете Смотреть видюшки, играть в игры Снимать видео и все такое То есть в этом плане вообще Pocophone просто рвет И проблем здесь вообще никаких нет Наверное это самое лучшее соотношение Цена и качество на данный момент Если не брать заднюю крышку Которая сделана из пластика Многим это не нравится Но в целом, знаете, это действительно компромисс И на этот компромисс я, допустим, готов пойти Потому что это реально классно Классно, отличный ценник за все эти показатели Которые здесь доступны в данный момент Друзья, спасибо, что смотрели это видео Подпишитесь обязательно Поставьте колокольчик Сделайте репост этого видео Всем хорошего настроения Позитива и добра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok